Ушли по-депутатски. Уже типично для наших политиков заканчивать сезон переносом решения принципиальных задач на будущее. Центр избирком не договорились. Евробляхеры на осень смогли добиться своих требований разве что шахтеры. Анализ последней пленарной недели, восьмой сессии Верховной Рады, материали моих коллег. Уходящая парламентская неделя как последний шанс принять то, что не успели. Но депутаты и этим шансом пользоваться не спешили. Кожна фракция та группа, которая называет себя демократичной, обещала своим выборцам заменить старые кадры Януковича в центр выборчком. У меня нет кнопки 226, поэтому мне доводится опираться на позиции и решения фракции. Начать неделю БПП решили без демарши и анонсировали четвергую итог переговоров по Центризбиркому. Тем временем в другом конце зала требовали заняться социальными вопросами и немедленно пересмотреть бюджет. Мы не будем голосовать, пока людям не заплатят зарплату. Что это вообще за государство, когда шахтеры спустились в шахту, отработали, выдавали вугильник, станции его забрали, продали электрическую энергию, а людям, которые выдавали вугильник, не разраховали. Еще и евробляхеры заблокировали одну из двух главных политических улиц страны. В четверг нардепы как будто опомнились. Первая депутатская за касалась изменения закона об антикоррупционном суде. Все это ради МВФ. Депутаты были откровенными. Проверяли только то, насколько новации соответствуют требованиям фонда. Контролировать голосование в Раду даже премьер приехал. Все дела, которые подследованы в Национальном антикоррупционном бюро, передаются в высшем антикоррупционном суде. Если они находятся в первой инстанции, они передаются в первую инстанцию, в апелляции передаются в апелляцию. Это 100% выполняет требования МВФ. МВФ удовлетворили, а вот евробляхеров нет. Пришлось сегодня, в традиционную полувыходную пятницу, вызывать депутатов в зал. Такая мобилизация в конце недели явлений сенсационной для Верховной Рады. Базовая ставка для автомобилей на бензиновых двигунах 50 евро, на дизельных двигунах 75 евро за 1000 куб. сантиметр. Застосование двух коэффициентов объема и века очень просто можно пораховать. То есть автомобиль 2000 куб. сантиметр будет базовая ставка 150 умножили на 2. И далее смотрите, если автомобилю 10 лет, это будет 100 умножить на 10, 1000 евро акциз. Мы таким образом пораховали ставки акцизного податка, чтобы, например, на автомобиль Volkswagen Passat 2-литровый бензиновый 2001 года в выпуске акциз становился примерно 350-360 евро. Таким образом, чтобы людям это действительно было доступно. Мы голосуем за законопроект, который даст возможность платить помирные податки для украинцев. Но никто из вас, кто тут выступает и борется за людей, не сказал ключевого. Для того, чтобы люди могли купить машины или хотя бы самокаты своим детям или велосипедам, у них должна быть достойная зарплата и работа. Законопроекты приняли за основу. Продолжат рассматривать осенью. Зато шахтеры могут выдохнуть. Их протесты принесли результат уже сейчас. Мы были одним из инициаторов этого закону. И мы поддержали этот законопроект. Поэтому я доволен, что наконец люди отримают за то, что они заработали. И если социальными законами на финише получилось, то с кадровыми нет. Центр избирком по-прежнему в старом составе. Напевно, будут вносить изменения до закону про Центральную выборчую комиссию. Я не вижу проблемы, чтобы увеличить количество ЦВК на двоих людей. Это смешно. Это просто детский садочек. Потому что я говорю, ну потом мы сколько этих табуреток еще будем доносить? До какой межи? Оппоненты большинство настаивает. Все фракции должны быть представлены в будущий цикл. И со списком кандидатов должна быть ясность. Будем выключать из этого списка Лотюк Ольгу Степановну. И сейчас Андрей Голодимирович, мы возвращаемся к вас поставить на рейтинговое голосование готовность сессийной зали голосовать за новое Центральную выборчую комиссию. Это было бы безответственно сейчас. Притом, чтобы на полчаса сессийная зала входить в такое важное вопрос. До тех пор, пока президент Порошенко не внесет 13 кандидатур на 13 вакансий, наша фракция не будет голосовать ни за какое-то решение относительно Центральной выборчой комиссии. Мы просто в консультациях договоримся, что вот, например, такий-то, такий-то, мы за него не будем выдавать свои голоси. Так все эти споры и закончились уходом на каникулы. Вот мы видим то, что на бумаге есть коалиция, на бумаге есть большинство. Но в реальности страна не может получить новую Центральную избирательную комиссию. Это происходит уже больше, чем три года. Не могут договориться, чьих членов ЦВК будет больше, а чьих меньше. При этом, я подчеркиваю, что нарушается пропорциональный принцип представительского ЦВК, в частности, фракция оппозиционного блока не имеет представительства в ЦВК. При том, что мы третий по численности в парламенте, тем не менее, нас дискредитируют в очередной раз. Это плохо. Это плохо для демократии, это плохо для страны, для имиджа страны в целом. Тем более, что наши европейские партнеры настаивают на том, чтобы Украина учитывала при ротации ЦВК позиции всех политических сил. Теперь вопрос о Центре избиркоме один из первых на осень. Наверняка переговоры продолжатся и летом. Александр Васильченко, Екатерина Лысенко, Иван Ермаков. Подробности недели, телеканал Интер. Продолжение следует...